Сказал, смеются. Им нравится смотреть, как им учатся. Заборчик поставили, но вроде бы целый он. Слава полу. Даже я знаю одних, которые туда ушли. Естественно, кто туда ушли, то ушел навсегда. Там ничего не остается. Хотя, в принципе, вот он. Хотел сказать, вот он на ущелье. Недалеко. Здесь кусты и чебуреки. Наташа обломается. Ну вот в Сереблянское ущелье вроде бы... Ну, вот в Сереблянское ущелье вроде бы... Листочки не все облетели. Много еще осталось. Золотой осень. Золотой осень. Золотой осень. Хотя, конечно, здорово, чтобы съездили. Но мышь. И вот это красно-желто-зеленый. Светофор, как я называю. Засмел. Это здорово. Просто, когда мы засняли. А потом еще я выкладывал, монтировал. Эти образы в голове остаются. А образы достаточно красивые. И поэтому красота спасет мир. И вдруг уже обнаруживается болезнь. Тяжело. В общем, план у нас сегодня такой. Хотим мы доехать до Катоновой. Попробуем. И скорее всего, если мы вот так вот будем везде тормозить... Тормозить мы вообще не будем. Мы будем проезжать. Точки какие-то мне надо. Поворотно-Серебрянск обязательно. Александрск обязательно. Бухтарма, естественно. Ну, просто проездом. А потом, наверное, проедем мы по берегу Бухтармы. Вот Зыряновска. Ну, придется ночевать, наверное, в Катоне. И вот я только не вам даю себя. И только не вам даю себя. Люди добрые тоже соскались. Спасания. Они накрепили караул сразу. Исторически я раньше себе задавал вопросы. Думал, как это так? Пошла братоубийственная война. Это гражданская. Интересно вы получите ответы на эти вопросы. И вот вам пожалуйста. Результат 22-й год. Очевидно цитирую. Все ответы на все вопросы получены. И чудеса не заметили. Все ради власти. Ух ты! И тут как здорово! Ничего себе! Слушайте, так может к Катону мы подъедем. Там еще и будет даже интереснее. Как все-таки хватает и не хватает. Слушайте, ребята, мы даже красный цвет застали. Не думал я, что октябрь месяц. Просто прошлый раз, видите, в октябре мы поехали в Ридер. И туда за Ридер. Шишки собирать. Можете посмотреть. А там по колено было снега уже. Все уже вот этот вот. Как он называется? Зеленый лук или как там это было? Серый. Серый лук, да. Грамотуха, соответственно. Там все было уже в снегу. В снегу кувыркались. Но в следующем году мы поедем обязательно за шишками. Обязательно на Чайболы. Кстати, можно и в Катон съездить тоже за шишками. Наташа вчера купила кедровые орешки. Банка сколько стоит? 3000, да? Литр. Вот смотри какая красотища. Да. Как это так? Это получается здесь тогда теплее или здесь может ветра нет в ущелье. Поэтому все березы еще стоят с листьями. Да, 3000 тенге литр. А вообще продавала за 3500. Это крупные. А мелкие по 2500, да? Совсем мелкие по 2000. Средние 2500. Ну вот вы слышали, чтобы я не повторял как. Повторю, да? Но без орехов как-то вот осенью на них тянет именно на орехи, на кедровые. Да, обязательно их надо положить в водичку, конечно. Они должны и чтобы зубы вообще не оставить там вместе с орехами. И все, водичку ложите, можете их щелкать. Есть специальная такая штучка, которая их щелкает. Ну, у нас ее, если честно, нету до сих пор этой штучки. Я их щелкаю сам. Ну и замечательная профилактика для желудка. Ну и вообще для тонуса организма. Всем советую. На стойке. На стойке с них делают, кстати. Тоже с орехами. С розового уровня. Приезжаем Александров. Что там такое белое? Где? Вот. Что это? Мешки какие-то. Какая-то. 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 Однако я всегда думал, что ангелы бывают с крыльями. Крылья? Воскликнул с негодованием. Что мне делать? Какая-то злочка. А это береза, скажи, да? Ты, кажется, думаете, что я цепленок? Нет, возразил ей испугавшись. Не цепленок вовсе нет. Хорошо. Сидите 6 мм или опять. А нет ли березов? Но у нас очень много березов. Я еще раз повторяю. И у шерптенок есть крылья. И у клавни. Есть крылья. У русских. Но заметим, что он сердится. Не нашу думу. Чел более благоразумный. Это ужасная дорога. Если честно. Это отрезок от березов. И до Бухтармы. Особенно. Я представляю, когда вот дурдом. Это под названием. Все поехали. Вечерский Многорск. Поехал отдыхать на Бухтармову. Когда вот этот кошмар. Вот смотрите. Сейчас мы проехали в такой участок. Это участок номер 3. Тихий ужас. Ребята. Вот Селезневка станция. Впадение Селезневки в Бухтармо. И здесь тысяча. Уж не буду обманывать вас в каком году. Жил Муравьев Апостол. Декабрист. И кстати там баба была. Муравьев Апостола. В общем они были братья. И вот сюда его сослали. Он здесь жил. Он нашел себе мещанку жену. Здесь родились дети. А потом его отправили в Ялуторовск. Я хотел бросить веревку. И спустить дух. Но остановился услышок и камера. Держи тест. Новая Бухтармаль. Сейчас будет Октябрьский. Цементный завод. В котором мы торговали. И я разгрузил минимум КамАЗа. Раз. Два. Три. Но только единственное в чем. В счастье это я. Был в самом КамАЗе. Десять тонн. Значит. И наконец. А Филип спросил. И наконец. Ну звали.